Сегодня старейший кинотеатр области празднует свой юбилей. 55 лет назад он распахнул свои двери. С тех пор кинотеатр Ленина пережил немалое. О том, что было и о том, что будет, расскажет Антон Александров. Сегодня Игорь Нестеренко показывает то, что видели и знают далеко не многие. Кинотеатр Ленина был первым двухзальным широкоэкранным кинотеатром в нашей области. Это прообраз нынешних мультиплексов. Первый стал показывать фильмы в стереоскопическом изображении. Можно даже сказать, возродил увядающую в тяжелые годы систему регулярных показов кино. Сегодня кинотеатр Ленина занимает лидирующие позиции по популярности и зрительской любви. Всегда ставку здесь делают на кассовые блокбастеры и передовые технологии кинопоказа. В мае этого года будет завезен новый комплект 3D-поляризационного цифрового оборудования, которые создают атмосферу большего комфорта при просмотре фильмов в трехмерном изображении. То есть, когда зрители поворачивают голову или наклоняют ее, теряется эффект 3D. Вот новое 3D-поляризационное оборудование, оно поможет этот дефект при просмотре загладить. Уже сейчас здесь идут работы по установке оборудования для приема и показа фильмов со спутника. Когда-то отказались от пленочных носителей, теперь усовершенствуют метод доставки цифровых копий. Праздновать юбилейную дату в этом году будут в свой профессиональный день. Хотя сюрпризы для зрителей начнутся уже в ближайшее время. Мы в этом году в Красном зале, в том числе 9 мая, организуем показ прямой трансляции военного парада на Красной площади на большом экране. Поверьте, это очень впечатляющее зрелище. Будем рады всем. Вход свободный. И также в эти дни состоятся премьерные показы новой версии, новой экранизации знаменитой повести Бориса Васильева «Азори здесь тихие». Для ветеранов войны и труда показ российской киноленты будет бесплатным. Хотя уже сейчас здесь собирают полные залы супер-блокбастер «Форсаж-7». Между тем дождаться и хорошо провести время можно в уютной кофейне и баре кинотеатра. Все для комфортного, семейного и дружеского просмотра здесь организовано. Все бы наши усилия по популяризации искусства кино, все наши попытки вернуть зрителей в кинозалы были бы тщетными. Если бы в свое время нам не помогли наши друзья и коллеги из карганинских средств массовой информации, которые образовали так называемую группу информационной поддержки кинопоказов в кинотеатре Ленина. И во главе этой группы уже практически 15-16 лет находится пятый канал, которым я очень благодарен. Без поддержки и совместных усилий карганинских СМИ, наверное, эффект был бы другим. Мы тоже в свою очередь желаем кинотеатру Ленина дальнейшего процветания, зрительской любви, полных залов, а коллективу здоровья, успехов и только радостных событий. Антон Александров, Рустам Бараев, Айдос Садыков, Пятый канал.